Если вы думаете, что создавая интерьеры надо соблюдать какие-то четкие и жесткие правила, вы ошибаетесь. Порою, для того, чтобы создать интересный оригинальный интерьер, надо полностью отказаться от всех правил. Давайте рассмотрим все на конкретном примере. За моей спиной расположено много интересных элементов. Кирпичная стена, винтажное зеркало и даже вот эта вот необычная мебель. Она тоже обладает большим количеством мелких деталей. С хрустальными ручками, зеркалом, каким-то печатным рисунком и плюс декор, который в ней находится, в целом формируется ощущение, что это не интерьер, а какой-то кич. Ключевым фактором миксовых интерьеров, безусловно, является наличие необычных деталей. Это могут быть практически любые элементы интерьера, желательно непривычные для повседневного использования. Например, ширма, ваза, либо очень интересное кресло или стол. Но при этом обязательно соблюдать правила цветовой доминанта. Цвет обладает магическими свойствами в интерьере и позволяет совмещать практически несовместимые вещи. Опять-таки, обилие разных деталей, обилие элементов, которые, наверное, сложно было бы связать в единую композицию. Но цвет опять приходит на помощь. Красный цвет, как всегда, доминанта. И он своей яркостью и привлечением внимания собирает все в единую композицию. Такие интерьеры я чаще всего называю миксами. Иногда их относят к стилю фьюжн, но название не имеет значения. Главное запомнить простое правило. Лаконичность, яркий цвет и можете делать все, что угодно. Но, пожалуйста, не прибегайте к слишком простым цветам. Красный, синий или зеленый – это не очень интересные интерьерные решения. Лучше использовать их необычные акценты. Например, лиловый и сташковый. При этом суть остается той же – цветовая доминанта. И напоследок, маленький дизайнерский совет. Пожалуйста, не превращайте свою квартиру в магазин по продаже мебели. Много не значит хорошо. Во всем нужно знать меру.